Привет, мои дорогие! Сегодня я для вас подготовила несколько ужинов, в то же время простых, интересных и без уймы ингредиентов. Первым приготовим очень вкусную пасту с кальмарами, которая готовится очень просто. Для начала кальмары отвариваю в кипящей воде одну минуту. В это время мелко нарежу одну луковицу и обжарю ее на сковороде с растительным маслом. Кальмары промою под холодной водой и очищу. Затем нарежу соломкой. Кальмары всыпаю к луку и обжариваю еще одну минуту. Затем добавляю немного соли, сушеного чеснока, паприку и черный молотый перец. Все это перемешаю. Обжарю еще 30 секунд и вливаю сливки 10%. Можно, конечно, заменить на сметану, разведенную водой. Далее несколько перьев зеленого лука мелко нарежу и выключаю нагрев. Всыпаю сюда лук, перемешаю и все готово. Я отварила пасту. Ее варят обычно по инструкции на упаковке. Я уже это не стала показывать, потому что все знают. Такое блюдо получается очень вкусным и интересным и готовиться совсем несложно. Обязательно приготовьте. Для следующего рецепта сырой картофель нарезаю вот такими слайсами толщиной примерно пол сантиметра. Выкладываю его в холодную воду, добавляю соли, у меня соль адыгейская, несколько горошин черного перца и лавровый листик. И отправляю вариться после закипания еще 10 минут. А в это время тонко нарежу кабачок и баклажан. Немного подсолю и пока уберу в сторону. И мне прислали на обзор вот такие ножи. Ножи очень классные. Стальной клинок отлично нарезает любые продукты. Можно использовать под мясо и для снятия шашлыка. Нож универсальный, используется для рыбалки. Подойдет и как туристический, походный и охотничий. Кстати, мой папа охотник и он в этом деле знает толк. Ему очень понравились ножи. Пчак выбираю для кухни, для повседневного использования и даже шеф-повара ресторанов. Материал клинка высококачественная сталь. Ее преимущество перед нержавеющей сталью качеством реза. Нож из углеродной стали режет намного лучше. Также в комплекте идет брусок для правки. Сейчас испытаем его. В общем, ножи очень стоящие и качественные. Если кому-то интересно, ссылку на мои ножи оставлю в описании к видео и продублирую в комментариях. Далее мне понадобится куриная грудка. Я ее нарезаю вот так вдоль. Сверху грудку вот так надрезаем. Это нужно для того, чтобы все ароматы, специи, все попали внутрь грудки. Тогда она будет вкуснее и сочнее. Посыпаю солью, сушеным чесночком, паприкой со всех сторон. Затем выкладываю в жаропрочную емкость или на противень. Картофель у меня уже готов. Я слила с него всю жидкость и выкладываю сверху грудки. Сюда же выкладываю кабачок и баклажан. Вверху нужно смазать растительным маслом, чтобы кабачок и баклажан не подсохли. И отправляем в духовку на температуру 180 градусов на 30-20 минут. А в это время нарежу 1 помидор мелким кубиком или 2 небольших помидорчика, как у меня. Всыплю к натертому сыру. Сыр у меня моцарелла, но можно взять любой сыр, который плавится. Добавлю сюда 3 зубчика чеснока и 2-3 столовые ложки майонеза. Сюда же я добавляю острый соус чили. По вкусу он не прям очень острый, но придает какой-то пикантный аромат. Если нет, то можно заменить на кетчуп или вообще ничего не добавлять. Как только грудка и овощи сверху готовы, достаю из духовки и сверху выкладываю эту начинку. Отправляю в духовку еще на 10 минут. Спустя это время у нас получилось ну очень вкусное, сочное, нежное блюдо, которое не стыдно подать даже на праздничный стол. А при этом мы не затратили много усилий и времени. Для следующего блюда мне понадобится говяжий фарш. Сюда всыпаю нарезанный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавляю немного черного перца и 2-3 столовые ложки панировочных сухарей. Солю, разбиваю одно яйцо и формую вот такие фрикадельки. На сковороду вливаю каплю растительного масла, разогреваю и выкладываю фрикадельки. Далее мне понадобится 300 мл воды. Сюда добавляю 2 столовые ложки томатной пасты, соли, сушеные травы у меня укроп, сушеный чеснок и 1 столовую ложку без горки муки. Все это перемешиваю и вливаю в уже подрумянившиеся фрикадельки. Дожидаюсь, пока закипит, уменьшаю нагрев, накрываю крышкой и тушу 30 минут. В качестве гарнира предлагаю картофельное пюре. Думаю, как его готовить, знают все, поэтому не буду растягивать ролик и показывать. И смотрите, как это вкусно получается. Думаю, насколько это вкусно, комментировать не нужно. Ароматное и привлекательное блюдо получается. Следующий очень простой элементарный рецепт, который, я думаю, готовили все. У меня еще мама так готовила и бабушка. У меня здесь курица, нарезанная на несколько частей. Я добавляю черный перец, кориандр, паприку, соль, майонез 2 столовые ложки и 3 зубчика чеснока выдавливаю через пресс. Все это втираю и оставляю промариноваться при комнатной температуре примерно на час. В это время нарежу картофель толщиной примерно 1 см, солю, добавляю паприку, сушеный чеснок, растительное масло и хорошенечко перемешиваю. Все точные ингредиенты, как всегда, смотрите в описании к видео, также дублирую в комментариях. И сверху выкладываю курочку. Отправляю в духовку на температуру 190 градусов на 30-40 минут. Как только картофель готов, можно подавать к столу.